Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как сделать вот такое вот красивое, простое украшение на елку своими руками. Звездочки можно сделать с детьми. Поверьте, это будет очень увлекательное занятие и размер может быть их разный, то есть большие, маленькие. Смотрите, какие вам понравятся. Итак, что же вам для этого понравилось? Потребуется ножницы, клей, спица 2 миллиметра, обычная газета. От нее мы отрезаем вот такой вот небольшой кусочек. Главное, чтобы ширина вот здесь была 7-8 сантиметров. А теперь вот самое интересное, как скрутить такие трубочки. Вот у меня уже на столе готовые трубочки. Вот эти красные трубочки я крутила из рекламных роликов магазина Метро. Вот эти трубочки я крутила из газеты, обычные, потом их покрасила обычной водной морилкой. Не хотите водной морилкой? Можете покрасить акварельной краской, пожалуйста. Берем спицу. Внимание, вот здесь вот самый главный момент. Мы кладем спицу вот так на уголочек, чтобы у нас был острый угол. Далее закручиваем вот так уголок, закрываем спицей и начинаем закручивать потихонечку, не торопитесь, потихонечку закручивайте вот так на спицу, закручивайте бумажку. Не очень удачный угол. Вот так. Придерживаю, вот так вот потихонечку крутите, не торопитесь. Обязательно нужно взять белый край бумаги, тогда у вас палочка получится беленькая, светленькая. На кончик наклеиваем клей. Вот так. Докручиваем. Все, палочка готова. Снимаем со спицы и начинаем делать звездочку. Я вам покажу звездочку вот уже сразу из красной бумажки. Мне хочется сразу же сделать готовую звездочку, чтобы она была красивая и готова повесить на елочку. Что мы делаем? Мы отмеряем на палочке расстояние, то есть величину, какой будет у нас сама звездочка. Можем взять вот такую маленькую, можно взять большую, можно еще больше. Но помните, уж сильно большой не надо, потому что вам придется очень много витков делать на ней, и она получится достаточно выкопкой. Поэтому делаем расстояние вот такое максимум 10 сантиметров. Складываем ее обычным способом. Вот так. Видите, смотрите, вот так складываем. Вот таких сложений у нас должно быть. Раз, два, три, четыре. Сейчас вот четыре и пятые. Не хватает. Видите, у меня не хватает. Что я делаю? Вот в этом шприце вы скажете, что это за шприц лежит? В этом шприце просто быстродействующий клей, потому что некогда ждать. Иногда нужно быстро это все сделать. Поэтому у меня здесь вот клейте там такой термоядерный, быстрый вообще прелесть, а не клей. И шприца очень удобно носить, он не сохнет. Вот такая маленькая хитрость. Я вставляю палочку в палочку. Вот так накручиваю. Если у вас вдруг не получится, не переживайте. Немного сплющите вот эту палочку исходную. И поверьте, что все получится. Раз, два, три, четыре, пять. Все, у нас с вами пять вот таких вот звеньев. Дальше, что мы делаем? Вот так мы делали. Потом переворачиваем от себя вот так, чтобы получилось, чтобы у нас вот эта палочка длинная оказалась сверху. Дальше, делаем острый угол, разворачиваем, и делать начинаем звездочку. Ну, вот как рисуем ее на бумаге, так мы с вами тут и делаем. Дальше, видите, чтобы был вот этот сверху, и потом мы заносим вот сюда еще. Для чего я это делаю? У нас получилась звездочка, которая сама себя держит. Видите, то есть она не расправляется, не раскручивается. Ну, одно сплошное удовольствие. Далее, вот эту длинную палочку мы заносим вот на, строго по направлению, вот на этот угол. Занесли ее. Далее, слева направо мы закручиваем, начинаем обвивать кончик. И кладем ее, палочка сама показывает, на следующий угол. Опять смещаем и закручиваем слева направо. Следующий уголочек. Точно так же, слева направо. Получается красота. Слева направо. Палочка сама укладывается там, там, в новом направлении, которое нам нужно крутить. Опять, видите, осталось короткое. Что мы делаем? Наращиваем. Если вот так вот кончик замялся, не расстраивайтесь. Вот так берем ножничками, подрезаем. Этот кончик тоже немного подрезаем. И здесь такой момент есть. Вот так можно раз, немножко сложить трубочку. Вот так раз. Так, вставляем. Все. Палочку нарастили. Получается вот такая еще длинная опять. И снова начинаем закручивать. Раз. Сюда. Смещаем и опускаем. Каждый виток у нас ниже и ниже, ниже и ниже. И получается вот таким способом мы с вами начинаем закручивать звенья. Уже видите, начинает формироваться красивая звезда. Поверьте, если вы работаете, вот сделаете это с ребенком, то это очень полезно для детей. Развивается моторика рук. Ну, согласитесь, любая мама согласится со мной, что это здорово. Причем это все безопасно, безвредно. Они сплошные плюсы. Так, наращиваем еще раз трубочку. Опять не хватило. Вот смотрите, теперь мы доходим с вами фактически уже до конца. То есть все виточки мы с вами сделали. Вот, видите, как звездочку мы с вами закрыли, да? То есть все виточки сделали. У нас остается вот такой хвостик. Мы его подрезаем. И прячем в плетение. Нам опять спицы понадобятся. Клеим, клеим. Намажем клеем. Масло масляное. Так, клеим. И убираем в плетение. Спицы можно поправить. Все. Готово. Посмотрите, какая красивая звездочка у нас получилась. Такую звездочку мы можем еще декорировать. Можно вот так по краю звездочки нанести, ну, самый простой, это обычный женский лак для ногтей с золотыми или серебряными точечками. Вот, мы намажем по краю. Вот так вот. И звездочка приобретет вообще золотистый вид. Сюда мы можем проздить, вот как я проздела, вот такие вот обычные ленточки. Или можно вот такого плана, вот веревочку жгутик скрутить натуральной. И повесить на елочку. Она и с другой стороны очень красиво смотрится. И с этой стороны красиво смотрится. Выбор завая. Можно, кстати, да, еще забыла сказать, можно еще из баллончика золотым побрызгать краской. Она тоже вообще будет сиять. Можно вообще так оставить. Я думаю, что вам мастер-класс мой пригодится. И звездочка моя моя понравилась. До свидания. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова